доброе утречка у нас сегодня будут наверное ответы на какие-то ваши вопросы которые время от времени накапливаются у меня на канале я не всегда на них отвечаю я всегда читаю ваши комментарии но не всегда есть время ответить и сегодня уже нагулявшись изрядно погода сегодня опять у нас красивая хвостик тут рядом пристроился давайте что-нибудь поотвечаю потому что наверняка же интересно знать о человеке которого ты смотришь и в жизни которого ты уже можно сказать практически участвуешь самый часто задаваемый вопрос последнее время где я работаю и вот как раз на этот вопрос мне отвечать и не хочется потому что к сожалению есть люди которые ну очевидно меня настолько не любят что могут доставить какие-то неприятности потому что даже на одноклассниках сайте куда сейчас к сожалению на слад и заблокирован вход там не просто моя знакомая рассказывает что я периодически там пишут иногда какие-то гадости про меня то есть кому это интересно зачем надо не знаю поэтому я теперь уже избегаю таких разговоров на эту тему хотя я прекрасно понимаю что до любопытно на что так сказать человек живет но вспоминайте что у меня есть муж который моряк у меня есть мои всякие хобби которые тоже иногда приносят немножко денег и сейчас уже не гадаю но желающим преподаю и по тару и по нам возможность самим научиться просматривать свое будущее или какие-то события своей жизни сама не гадаю потому что это очень большая ответственность на самом деле самой себе да можно посмотреть очень много сейчас хороших оракулов различных но как бы принимайте уже теперь решение за других людей а когда человек приходит то чаще всего он хочет переложить ответственность на другого человека то есть если что-то пойдет не так он скажет так вот вы были не правы и хочу такого максимально хочу спокойной жизни без каких-то проблем но проблема всегда есть в основном они с возрастом касаются уже теперь здоровья не успевая вылечить что-то одно начинается что-то другое но в периоды когда ничего не болит я прямо очень счастлива вот хвостик прям очень рад что я пришла тут после прогулки теперь вот пытается на меня заснуть а мне надо держать его на весу не скажу что это легко но я очень его люблю часто спрашивают о мушенце наверное те кто не заходит так часто ко мне на канал мушка умерла в прошлом году в ноябре это для меня был сильнейший удар и до сих пор я не могу об этом не думать не не очень больно вспоминать смотреть какие-то видео фотографии я поспешила взять хвостика потому что я понимала что мне там такая дырка в сердце что ее надо хоть чем-то как-то закрыть и вначале мне было тяжело к нему конечно привыкнуть он совершенно другой и по характеру и по натуре и и даже пол у него другой не девочка она мальчик но в любом животном особенно в собаках них столько такого радостного счастья то есть ты для любой собаки это вся жизнь его если для нас собака это но какая-то часть нашей жизни меня это уже пятая собака по жизни самом детстве меня были две маленькие собачки мама взяла потому что трудно было оставаться ни одной дома очевидно с тех пор у меня какая-то клаустрофобия развилась и чтобы мне не было так плохо она мне купила собачку я как сейчас помню поехали на чепрутонский рынок и там за 70 рублей по тем временам это было практически зарплата но мы говорили на 50 и она была очень похожа чем-то наверное и на хвостика по окраске и по размеру и только тогда не было такой породы чихуаху это были такие мини той терьеры или как-то так они назывались потом у него родился щенок и мы его тоже оставили вот они вдвоем жили лет 18 после этого был короткий период когда я училась была влюблялась вышла замуж и решила что опять мне пора собаку я взяла кокер спине или девочку она у меня прожила почти 10 лет умерла от рака потом опять вот эта потребность это уже потребность если ты всю жизнь с собаками тебе вот просто чего-то не хватает всякие были события и как раз бурные 90 и все равно вот наверное как для снятия стресса для ощущения что ты о ком-то заботишься ну вот ведь и нет и хотелось о ком-то заботиться родные еще были все здоровы и них еще не надо было заботиться и поэтому на улице ко мне подошел щенок четырехмесячный как потом выяснилось примерно никому не нужно откуда он взялся на этой улице как он жил до этого момента но он пошел за мной домой и я бы накормила и он свернулся к рубочкам на диване я поняла что я не могу взять и вот теперь вытянуть его опять на улицу и так у меня появился бим потому что он был черно-белый и он прожил 17 лет когда ему было 15 лет я уже понимала что как бы он уже старенький и вот тогда взяла мушенцу наверное он ревновал а сейчас я думаю может быть это был не самый умный поступок но она помогла мне пережить его смерть он умер просто уже от старости и вот мушка тоже 13 лет прожила у меня конечно были проблемы с печенью с прочим всем вы видели какой на большой вес ничего с этим нельзя было сделать там уже были какие-то серьезные проблемы вот и теперь хвостик которые чудесные у него тоже есть проблемы с питанием он не очень любит кушать правильный корм и никак его не заставишь он согласен голодать его тошнит но все равно он упирается и только то что хочется ему поэтому я сейчас мучаюсь вот пытаюсь какое-то разнообразное питание ему устраивать искать то что ему подходит не заставлять но свои сложности есть но конечно он составляет вот такую большую часть моей жизни мне приходится с ним гулять по три раза в день и это замечательно потому что это позволит мне не набрать лишний вес что уже опять происходит после операции на желчном он как-то немножко удрал и я не знаю может я мало ела но я помню что мне болело достаточно долго почти два года то справа слева и как-то аппетита не было и поэтому наверное похудела а потом уже когда все наладилось и теперь опять он набирается это нехорошо но очевидно у меня как-то там где-то прописано что у меня должен быть такой вес потому что ничего не помогает часто спрашивают еще постольку поскольку вы все видите что дом у меня маленький квартирка маленькая вещей много я люблю и сейчас вот последние несколько лет много покупаю на барахол как красивых вещей просто хочется украсить свой мир красивыми вещами почему-то раньше этого не делала может быть я раньше тратила больше на книги потом уже было увлечение ароматами на ароматы тратила но когда уже цены стали какие-то заоблачные на ароматы тогда уже пришлось искать замену достойную достойная замена нашлась красивой посуде в цветном стекле в чем-то интересном это не говорит о том что я совсем перестала покупать духи или цветы точно так же я продолжаю покупать когда мне что-то нравится и тут черенкую размножаю пересаживаю это тоже отнимает много сил и времени и увлечений у меня много и они такие может быть не очень глубинные глубокие но зато разнообразные очень люблю прогулки очень люблю своих немногочисленных друзей с кем мы можем посидеть поболтать попить чаю отношения семейные меня до сих пор такие же как и восемь лет назад мы уже отметили 8 лет в этом году с момента знакомства а между моментом знакомства и официальным браком прошло всего там пару тройку месяцев то есть начале января у нас будет восьмая годовщина нашего брака и по-прежнему мы живем отдельно ну это называется гостевой брак нам не надо воспитывать соответственно детей хотя мы сейчас вот иногда совместно воспитываем хвостика из этого у нас тоже возникают некоторые так сказать споры как это все сделать более правильно но в остальном нам так удобнее уже взрослые не очень молодые особенно я люди и мы со своими привычками со своим образом жизни каждой и наверное только именно это позволяет нам сохранить хорошие отношения потому что иначе бы мы быстро разругались муж у меня скорпиона и у него характер сложный я очень уступчивое но тоже до какой-то определенной степени потому что ну чем старше становишься тем становишься менее гибким вот так складывается наши отношения пока они хорошие надеюсь так будет и дальше если кого-то интересует я понимаю что многие блогеры они вообще ничего себе особенно не рассказывают может быть и правильно делает но в то же время понимаю что вы всегда хотите какой-то доли откровенности и какой-то информации это все тоже вам интересное нужно вы наблюдаете за мной уже на протяжении многих лет и видите что я тоже потихонечку старею потихонечку что-то во мне меняется перестала рисовать стрелки стараюсь как-то так поменьше вообще краситься и все время экспериментирую с цветом волос и со стрижками хочется тоже вообще хотелось отрастить свои волосы и уже больше ничего не красить но они такие частично седые думаю что тогда я буду выглядеть очень как-то совсем в возраст но возрастном мне не хотелось бы так выглядеть еще один вопросов именно связанных с тем что дома вещей много как я убираю я так понимаю что это все вот минималистов у нас которые любят чистые поверхности чтобы ни одной пылинки но надо сказать что у меня тут частично спасает мое зрение которое уже плюс 4 то есть близко я ничего уже не вижу практически без очков и даже в очках не всегда вижу и какие-то там уже мелочи виде такого легкого налета пыли возможно я и не вижу если что-то покрупнее какие-то кусочки чего-то валяются я всегда конечно это убираю просто когда есть настроение я беру какую-то полочку одно начинаю на ней что-то перекладывать заодно протираю пыль на не так что я вот хожу и каждую неделю устраиваю генеральную уборку нет конечно в целом грязно не выглядит ничего не валяется все стоит на своих местах я очень купила много органайзера все разложила написала все у меня теперь там где полагается я даже знаю где мне что лежит это было не всегда время от времени я что-то дарила что-то продаю вот кстати был недавно заказ сайта тема я вам показывала его на экране компьютера там довольно много было всего заказано но пришло и я практически ничего себе не оставила я все раздарила там было много вещей которые пригодились другим людям и не нашелся хозяин только на двое теплых утепленных брюк ну вот я надеюсь что моя знакомая подъедет и если ей подойдут они будут ее и вот такой вот карандаш который который должен рисовать брови он состоится где он где он вот он там видите 4 куда бы его показать чтобы было видно где вообще вот этот 4 как будто бы таких тоненьких но сейчас на руке что нибудь на мою кстати он очень хорошо держится и очень плохо потом снимается вот так вот это будет на руке и также это будет на бровях но я выбрала не тот цвет я выбрала серо-коричневый мне казалось что он должен подойти но он довольно темный получается так как я блондинка то это сразу резко выделяется короче если кому-то нужен вот серо-коричневый цвет для рисования бровей получается здорово как будто естественные брови такие полосочки не стирается совсем пришло две помады одна пришла сломалась она была в таком длинном тюбике даже все не буду ее показывать вторая оказалась очень неплохая вот такая вот то есть неплохие там тоже есть хотя я всегда остерегаюсь на этих сайтах покупать что-то из косметики потому что но все равно это китаях что они туда делают как кладут не знаю вот эта помада она сейчас у меня на губах очень хороший такой действительно натуральный красивый цвет сейчас посмотрю номер 5 а вот название попробую вам показать здесь она не будет наоборот она будет наоборот или наоборот ну хотя бы по внешнему виду или просто можете зайти на сайт м и посмотреть что там вообще есть на эту тему помад там много там вообще очень много всего я понимаю что это тот же алиэкспресс наверное по сути только склады находятся здесь рядом с нами в прибалтике где-то то ли в литве то ли в эстонии потому что вижу что оттуда всегда отгружается и поэтому приходит быстро и даже как-то по качеству кажется что лучше о я же еще один кулончик оставила себе да он такой очень скромный из настоящего камня лабрадорита по моему он слегка подсвечивается просвечивается у него есть какие-то переливы вот это тоже мне понравилось и в этот раз в новом заказе очень много заказала одежки для хвостика потому что мы пошли в магазин мы купили все что ему надо цены там просто какие-то сумасшедшие но уже становится холодновато и на сайте тема там это можно раз не в 10 но в 7 раз точно можно дешевле купить то же самое так что заказала еще это ботиночки ему заказала посмотрим как он не будет ходить наверное будет очень смешно мазь для лапок чтобы смазывать в общем расходов много собачонкам вот но это приятно таки это знаете как заботиться о ком-то маленьком беззащитным и это доставляет радость и удовольствие ты чувствуешь что ты не один потому что мне часто приходится быть одной у меня муж работает месяц через месяц и когда он приезжает ему нужно время акклиматизироваться отдохнуть прийти в себя и она так быстро это время лететь что уже по сути надо опять уезжать работа не очень тяжелая он работает в северном море это связано с нефтевышками с ветряками судами которые их обслуживают в общем все время там какие-то бури все время там какие-то сложности я боюсь даже смотреть фильмы пару фильмов посмотрела как они стоят посередине моря все вот эти нефтевышки и прочее и как к ним швартуются корабли а там в это время в волны высотой там 10 метров но в общем лучше этого не знать он тоже не любит рассказывать ничего о работе поэтому мы как бы эту тему обходим это тоже наверное то что ему дается трудно я бы безумно благодарна что он меня поддерживает во всем практически хотя иногда и ругает за то что я мало хожу по врачам я действительно мало хожу по врачам не очень люблю вот но у меня время гоняет поэтому я иногда что-то делаю вот сходила вырезала вы просили показать сказать все ли в порядке все в порядке останется только большой шов достаточно вот на руке там была такая выпуклая какая-то непонятная штучка вырезать когда сказали что-то типа фиброма такая что это не опасно ну за это время я нашла у себя еще пару каких-то странных штучек и теперь думаю что надо опять идти к дерматологу потому что к сожалению с возрастом они начинают откуда-то вылезать организм начинает как-то по-другому жить по-другому реагировать поэтому если вы еще молодые у вас еще такого ничего нету радуйтесь наслаждайтесь жизнью просто каждому дню потому что когда у вас начнет болеть вы встаете вас в одного болит то второе то третье жизнь уже ну не совсем в радость и это мне напоминает этот ну не анекдот что-то типа того что вот жизнь делится на светлые черные полосы вот если у вас черная полоса то вас укусит злая собака сегодня но завтра наступит светлая полоса и вас укусит добрая собака то есть как бы уже даже полоса не была бы светлой все равно в ней уже какие-то моменты такие которые не избежать так что еще меня спрашивают давайте-ка я подумаю видите я не подготовилась у меня нету никакого вопросника поэтому спрашивали нельзя ли что-то мне прислать или мне что-то отослать но к сожалению я понимаю когда я показываю какие-то свои там распродажи расхламление и вещи интересные кому-то хочется может быть но у нас такие сейчас вот сложности в связи со всеми этими ситуациями что например в сторону россии или белоруссии бесполезно даже пытаться что-то посылать и оттуда мне тоже ничего не приходит и на какая-то ужасная сегодня челк потому что волосы после шапочки кстати сегодня опять две шапочки купила была в секонд-хенде это очень выгодно такие самые простые которые я ношу то есть вязаные такие вот шапочки спокойных серых или бежевых тонов одна теплее одна немножко такая не люблю когда здесь сверху здесь наверно было надо срезать когда здесь сверху эти помпончики они перетягивают твою голову куда-то а так чудесные шапочки наверное теперь пожизненно будут мои любимые хотя конечно шляпа это очень благородно и красиво но мне надо беречь уши они простуженные и вот и да как заметила одна моя подписчица если я смотрю в углу кто видно что у меня растут рыльки тут никуда тоже не денешься такое было моей мамы бабушки очевидно это генетически в чем-то мне наоборот везет может быть меньше морщин но вот лицо будет опускаться я там попробовала поделать упражнения которые были рекомендованы на ютубе и после этого мне заболел зуб то есть я что-то там себе намяла размяла что-то воспалилась и теперь уже несколько дней пытаюсь с этим справиться и глумитин не помогая значит придется уже начинать пить очевидно какие-то антибиотики вот поэтому с этими упражнениями тоже не так чтобы очень поэтому останусь за брыльями старайтесь не замечать также как и вот морщин на шее мне кажется моем возрасте уже поздновато убирать это упражнениями у нас есть рядом стоматологический институт где делают в том числе и какие-то косметические операции и конечно можно было бы поинтересоваться сколько стоит подтянуть этот овал лица хотя думаю что это не дешево хотя бы немножко никто не говорит что надо перетянуть перетянуть себя как некоторые актрисы делают хотя бы чуть-чуть и немного поднять и вот у меня это глаза глубоко посажено и соответственно сейчас веки опускаются опускаются и скоро мне придется спички вставлять глаза наверно чтобы что-то видеть из этого перестала рисовать стрелки они уже получаются какие-то закорючки такие как хвостики у птичек они уже не похожи на стрелки красивый хотя конечно когда это все так женщина ухоженная и красиво все это подрисовано видно что это более-менее так ну возможности естественно и так винтажно а мне нравится винтажный стиль поэтому хотелось бы что-то такое но вы приходится считаться с тем что теперь уже пора прекращать мне везет что мне черные ресницы мне не надо красить ресницы я использую сейчас такой просто карандаш которым обвожу немножко глаза сейчас таким перламутровым цветом голубым бледно-голубым и он немного выделяет все-таки глаза остальное уже там сильно выделять наверное не нужно чаще всего я уже в очках перед вами потому что хочется тоже видеть что-то скоро надеюсь через два года я смогу выйти на предварительную пенсию я выйду на предварительную пенсию хотя многие говорят что тогда то которая будет настоящая она будет поменьше но она и так будет у меня настолько маленькая что я не знаю как я проживу вообще не понимаю потому что у нас прожиточный минимум сейчас где-то по моему 600 евро а пенсию мне обещали 300 а если выйду на предварительную она будет половина от основной то есть 150 этого мне не хватит даже заплатить за квартиру и по коммунальным счетам они мне сейчас вот в прошлом месяце были 180 про питание лекарства одежды прочее говорить не приходится поэтому наверное я противница вообще такого и вы сами знаете что все годы которые мы с вами вместе я никогда не просила ни подписок не лайков хотя это все конечно продвигает канал позволяет большему числу людей смотреть но мне хотелось своей такой милой компании и никогда не оставляла никаких реквизитов по моему один раз только попыталась когда сломался фотоаппарат и нужно было как-то срочно что-то так сказать сделать чтобы продолжать снимать дальше вы захотите чтобы я продолжала снимать дальше поэтому наверное с этого момента буду оставлять в описании под видео номер счета не знаю что там надо указывать у меня сэпбанк поэтому только те наверное кто имеет доступ к сэпбанку смогут при желании если будет у вас настроение если вам захочется сделать приятно мне или сделать что-то для развития канала чтобы я где-то могла дальше вот скажем сесть на такси съездить в другой район сейчас я не могу себе этого позволить и показать им какие-то другие места сходить куда-то в театр на выставку или еще на на что денег уже теперь не хватает цен у нас растут просто не по дням а по часам и сейчас хватает только элементарно на счета на питание на чуть-чуть какие-то маленькие радости вот это приходится на вот как я говорила что я продала два чайничка и купила чайнички вместо этого то есть уже как-то вот так приходится выкручиваться то есть если вдруг кто-то захочет сделать мне приятно это будет такая возможность вот но о чем еще нам поговорить в преддверии уже практически ну нет нового года еще рано говорить да еще на сначала ноябре мы еще об этом успеем поговорить с удовольствием бы провела прямой эфир но раньше когда мне был ноутбук я могла как бы это сделать теперь когда у меня компьютер стационарный там надо опять-таки покупать специальную камеру там что-то такое на него устанавливать и только тогда мы могли бы с вами пообщаться в прямом эфире с телефона я не выхожу я не умею это делать и вообще очень отсталый человек во многом в технике хорошо что я хоть вообще хоть как-то освоил этот youtube это меня злит что за эти годы они уже несколько раз меняли там правила там какие-то надо периодически вносить изменения там что-то посылать какие-то документы куда-то но это все общем тоже очень так напрягает и несколько раз хотелось уже просто жить своей жизнью ни о чем таком больше не думать но наверное немножко потребность остается и первую очередь к общению потому что это самое главное что дает youtube никаких денег он особенных не дает но он дает возможность найти каких-то новых друзей поделиться просто хорошим настроением я не из тех людей которые могут высказать какое-то мнение и навязать его и изменить ваш взгляд на мир я могу только попытаться сделать так чтобы но мир не казался вам скажем очень грустным хотя он такой есть для меня тоже частенько и тут недавно кстати буквально на днях сейчас в америке там все обсуждают там я тоже не понимаю почему что сейчас с людьми происходит там один человек просто подобрал маленького бельчонка и очевидно родители его были сбиты машина вырастила и он снимал он показывал у него было очень много тоже подписчиков кто радовался он у него прожил несколько лет потом он по-моему даже еще енотика подобрал а потом пришла какая-то комиссия и сказала что в общем нельзя вот так вот держать животных их надо там в природу выпускать то есть все вместо того чтобы попытаться хотя бы выпустить природу хотя бы он там наверно не выжил он же привык уже на всем готовом они просто взяли и бельчонка наверное и генотика и вот и вот после этого начинаешь думать боже мой в какой мере мы живем даже к бедным несчастным зверюшкам цепляется что уж там говорите о людях тоже как бы ой в общем это такие темы на которые вот мне не хочется говорить не хочется как-то создавать все-таки более-менее спокойно хорошее настроение сама все время к этому стремлюсь я пытаюсь привести вот внутренний мир в состояние какой-то соразмерности созвучности природе потому что ну по крайней мере если исключить вот все эти бури и всякое такое я думаю что это тоже природа реагирует на наши человеческие какие-то моменты в остальном она прекрасно и вот когда такой тихий солнечный ноябрьский день и небо голубое и настроение такое спокойное мне хочется вот делиться такими вещами с вами чтобы если вам грустно или плохо или как-то что-то не так а тут вот хвостик скребется чтобы вам было немножко полегче чтобы мы как-то выстояли во всех тех бредущих событиях изменениях которые нам грозят нас пугают различными предсказаниями о всяких катаклизмах изменений климата в войнах о чем угодно мне кажется что надо вот встать как раз такой стеной против таких предсказаний потому что мысль человека она безусловно она как бы рождает события тоже и если вы будете все время так думать в принципе каждый из нас живет в том мире который он сам себе создал если мы будем думать плохо то этого непременно дождемся плохого но мы будем с вами ждать чего-то хорошего радостного приятного я буду ждать встреч с вами вы надеюсь со мной и с хвостиком вот этот хвостик который ужасно милый он теперь с таким удовольствием слушает музыку на на радиоле он там лежит и он такой весь выяснилось меломан вот какие-то мелодии ему очень-очень нравится и он сразу расслабляется тоже хотя ему конечно главное это побегать по улице понюхать всякие следы и играться играться потому что он еще очень молодой и очень такой активный ну вот так если будут какие-то еще вопросы задавайте мне кажется я с вами сегодня много о чем поговорила ну по крайней мере постаралась ответить на то что вы довольно частенько меня спрашиваете вот как-то так до . прощаемся помажем вам лапкой пока пока до новых встреч